Майор Талих Керимов 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 На этих территориях было 23 станции, в том числе 5 станций на территории Мегры. Кроме того, в период оккупации были разрушены 85,5 километров вспомогательных дорог, сказали в ЗАО. Было отмечено, что ущерб, нанесенный Арменией железнодорожной инфраструктуре Азербайджана посчитывается, а также готовятся предложения для восстановления вышеперечисленных железнодорожных участков. В ЗАО Азербайджанские железные дороги также отметили, что после того, как соответствующие структуры завершат на территории необходимые территории. В связи с учреждением в Азербайджане Дня Победы и Дня Памяти вносятся изменения в Трудовой кодекс страны. Соответствующие законопроекты включены в повестку заседания Комитета Мили Меджлиса по труду и социальной политике, которая состоится в формате видеоконференции. Согласно поправкам, ежегодно 8 ноября и 27 сентября будут считаться нерабочими днями. Отметим, что законопроекты подготовлены в соответствии с распоряжениями президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Победы и Дня Памяти от 3 декабря 2020 года. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха Все еще находится на выходе из горячей фазы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИДа Армении Арой Айвазяна. Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже вынуждены признать, того совместного заявления, подписанного премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренность, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, сказал Лавров. Глава МИДа России отметил, что достигнутые соглашения могут поспособствовать превращению Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении. Он напомнил, что для продвижения этой цели в регионе активно работают российские миротворцы, которые также способствуют скорейшему завершению процесса обмена пленными и возвращения тел погибших. Важнейший вопрос – обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению. «Знаем, насколько это острая тема для родных, близких и друзей тех, кто оказался в плену, и, безусловно, обмен телами погибших – это тоже очень эмоциональная часть проблемы, которую необходимо как можно скорее решить», – отметил Лавров. Мили Меджис обсудит вопрос утверждения указа президента Азербайджана Ирхам Алиева об отмене военного положения с 00.00.00 12 декабря 2020 года. Как передает канал «Альтернации» со ссылкой на прислужбу Мили Меджиса, вопрос будет обсужден на очередном заседании Мили Меджиса 11 декабря. Напомню, что в связи со сложившейся ситуацией в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в Азербайджане с 28 сентября было объявлено военное положение, в отдельных городах и районах был введен комендантский час. Ереван и Баку проведут встречу по гарабахскому урегулированию после стабилизации ситуации в зоне конфликта. Как передает канал «13», об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. «Трехстороннее заявление от 9 ноября – это не временное, а краеугольное заявление в смысле прекращения огня и кровопролития. И есть там определенные параметры в смысле возвращения беженцев и другие вопросы, которые очерчивают основные параметры решения Карабахского конфликта», – сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Но, естественно, основные приоритетные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется», – добавил глава МИД Армении. В свою очередь, глава МИД России Лавров отметил, что содействие возвращению беженцев обретает устойчивый характер, а люди чувствуют больше уверенности в этом процессе. «Азербайджан и Армению предполагается подключить к работе Центра гуманитарного реагирования в Карабахе, и мы будем эти настроения всячески укреплять. Этому будут способствовать идущие сейчас переговоры о превращении Центра гуманитарного реагирования в международный с участием и Азербайджана, и Армении. Документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Арой Айвазяна. Продолжение следует...